Оказывается, этот монастырь был основан в 1380 году князем Дмитрием Ивановичем Донским, непосредственно перед Куликовской битвой. Письменных свидетельств, правда, основание монастыря не сохранилось, однако предание, неизвестно кем и когда записанное, указывало именно на князя Дмитрия, как на основателя Угрешского монастыря, и издавна хранилось в обители. Нам ничего не остается делать, как поверить этому преданию, неизвестно кем и когда записанному. Мы, собственно, всему так и верим. Это старое предание и было изложено в рапорте, отправленном игуменом Варнавой в духовную консисторию в августе 1871 года в ответ на указ представить данные по истории монастыря. То есть до 1871 года никому не было дела до этого монастыря. Ну и давайте зачтем само предание. Благоверный великий князь Дмитрий Иванович Донской вышел из града Москвы против нечестивого мамая, царя татарского, и, отойдя от Москвы на 15 верст с воинством своим, установил шатры на месте, поросшем густыми травами для отдыха. И явился ему на этом месте причудный образ Николая Чудотворца, красками разукрашенный, звездами светло окруженный и ярким светом осиянный, стоящий сам по себе в воздухе над деревом, называемым сосной, здесь растущим, никем не поддерживаемый. Молящемуся ему великому князю Дмитрию Ивановичу сошла сама с высоты эта святая икона и далась в честные руки его. По возвращению же благоверного князя с битвы, с преславную победой, он достиг снова того места, где образ чудесно в честные руки к нему снизошел, и, одарованный ему победе, поблагодарив Бога и угодника Божия Николая, совершил молебен со своим воинством. И в то время сам благоверный великий князь Дмитрий Иванович с благоверными князьями и боярами нарек это место именем Угреша, которым оно зовется до сего дня, и повелел на этом месте соорудить храм во имя и в честь святителя угодника Христова Николая Чудотворца. И воздвиг тут обитель славную и удовольствовал ее щедро всем необходимым к пропитанию. Этот текст предания, отправленный игуменом Варнавой в 1871 году, я взял с официального сайта Никола Угрешского монастыря. Там идет ссылка на российский государственный архив древних актов, номер фонда 1205, первая опись. Я зашел на сайт РГАДА, нашел нужный фонд, название фонда Николаевский Угрешский мужской монастырь Московский уезд Московской губернии. Открыл этот документ, но здесь всего лишь оказалась краткая инвентарная опись фонда Никола Угрешского монастыря, которая сделана в 1936 году, то есть самого предания мне увидеть не удалось. Но мы же с вами хорошо знаем, что есть летописи, которые рассказывают о Куликовской битве и вообще о житии князя Дмитрия Ивановича Донского. Это и сказания о Мамаевом побоище, и задонщина, краткая летописная повесть, а также слово о житии и представлении великого князя Дмитрия Ивановича. Но нигде в этих летописях не указано про сшедшую с неба икону Николая Чудотворца. Ну вот представьте, воинство Дмитрия Донского устанавливает шатры на месте, поросшей густыми травами для отдыха. И тут над деревом, называемым сосной, никем не поддерживаемая, стоящая сама по себе в воздухе, висит икона Николая Чудотворца, красками разукрашенная и звездами светло окруженная, и ярким светом еще осененная. Я, честно говоря, пытался найти здесь какой-то, может быть, другой смысл, но так и не смог. Представьте себе, перед Курской битвой, командующему Центральным фронтом Константину Рокоссовскому, является образ Николая Чудотворца. То есть в одно мы верим, а в другое кажется фантастическим. Кстати, если на сайте Николы Угрешского монастыря посмотреть на план монастыря, то там и Никольский собор, и Спасо-Преображенский собор стоят параллельно друг к другу. Очень интересно, почему. Ведь даже на Яндекс-карте мы можем видеть, что алтари соборов направлены в разные стороны. Тут же на сайте монастыря, в истории монастыря, мы читаем. Трудно предположить, как выглядел Угрешский монастырь в первые годы своего существования. Но по аналогии с другими монастырями того периода, можно предположить, что его постройки были деревянными. Ну вот и пошли отсылки к деревянной Руси. Камень же обрабатывать мы тогда еще не умели. Читаем дальше. Невозможно точно определить, сколько храмов было первоначально. Скорее всего, в центре обители стоял деревянный храм в честь святителя Николая. Первый каменный храм, вероятно, был построен на рубеже 14-15 веков правления великого князя Василия I. Невозможно точно определить, вероятно, скорее всего. Вам не кажется, что это гадание на кофейной гуще? Если вы не знаете точно, для чего это писать. Мне очень понравилось, в истории монастыря описаны такие моменты, сколько раз государь в год посещал этот монастырь. Сколько лет подряд он ездил. Какие грамоты выдавал Иван Грозный. На владение рыбными ловлями. На то, что у Греши была освобождена от таможенных пошлин на все монастырские товары. Очень подробно описано «Смутное время», как в феврале 1602 года Лжедмитрий бежит из чудового монастыря в Угрешу. Расписано Угреша во времена первых Романовых. С восшествием на престол в 1613 году царя Михаила Федоровича Романова в истории обители наступил период расцвета. В 17-м столетии монастырь представлял собой внушительное архитектурное зрелище. Судя по описи, произведенной в 1739 году, монастырь был обнесен каменной оградой, покрытой тесом, общей длиной 700 метров и высотой около 3 метров и двумя воротами. В монастыре было три каменных храма, Никольский собор, значительно обновленный в 1614 году, церковь Успения Божьей Матери с трапезной и церковь Спаса Нерукотворного с колокольней. То есть в 1739 году производили опись. Видите, даже указана высота стены, длина, как располагались храмы, что к ним прилегало. Далее мы читаем, что царь Михаил официально бывал в монастыре 9 раз. В 14, 16, 20, 22, 23, 25, 28, 29 и в 1634 годах. Как правило, государь посещал Никола-Угрешскую обитель в мае на день памяти святителя Николая. Описан его пеший поход на Угрешу в 1620 году. Но представляете, нет ни слова о том, что происходило в момент раскола русской церкви. Такое ощущение, что вообще не было никакого раскола. Опять же, если доверять нашим историкам, церковный раскол в русской церкви происходил в 1650-1660 годах. Но в истории Никола-Угрешского монастыря, видимо, этого раскола не было. Даты идут одна за другой. Вот, например, в 1623 году Михаил Федорович даровал Николу-Угрешскому монастырю жалованную грамоту. Опять же, освобождающую монастырскую торговлю от таможенных сборов. А вот уже в 1647-48 годах рассказывается про угрешские походы монархов. Далее правление Алексея Михайловича, как тот даровал уже жалованные грамоты. А в 1662 году в монастыре производился допрос участников медного бунта. А где раскол русской церкви? И только небольшой абзац, что в 1666 году раскольников протопопа Аввакума, попа Никиту Пустосвята и дьякона Федора Иванова заключили подстражу в монастырь. И была задача склонить их на сторону матери церкви и царской власти. Это о том, что историю пишут победители. Но уж о гонениях на церковь в период прихода большевиков к власти написано, ох, как много. Но это еще раз доказывает, что каждая новая власть пытается стереть все заслуги предыдущей. Если большевики, снеся купола храмов Николо-Угрешского монастыря, создали там детскую колонию, которая в дальнейшем переросла в детский городок, куда входило 4 детских дома. А в 1927 году на территории монастыря организовали трудовую коммунну. Ей были отданы все монастырские здания. В 1936 году этой коммуне присвоили имя Феликса Эдмундовича Держинского, установили на центральной площади памятник Держинскому. До сих пор город называется Держинский. Но вот пришла новая власть, начали восстанавливать храмы и снесли памятник. И теперь в городе Держинский на главной площади вместо памятника Феликса Эдмундовича стоит памятник Николаю Чудотворцу, поставленный в 1998 году. Поэтому та история, которая и есть власти, невыгодна. И каждая новая власть пишет историю под себя. Для чего? Для того, чтобы нами с вами было проще управлять. Но что-то мы с вами отвлеклись, давайте вернемся к нашему монастырю. Величественный пятиглавый собор в честь преображения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, или Спасопреображенский собор, начался строиться в день празднования 500-летия угрешской обители в 1880 году. Но почему же его сделали больше, чем главный храм этого монастыря, Никольский? Оказывается, архитектор Фрейденберг воспроизвел в увеличенном масштабе старый Николаевский собор угрешского монастыря. Правда, теперь храм решено было увенчать не одной главой, а мощным выразительным пятиглавьем. Храм строился 14 лет, и 24 августа 1894 года, при большом стечении богомольцев, Спасопреображенский собор обители был освящен. А вот мне интересно, почему строить-то решили так близко к Никольскому собору? Места на территории монастыря много. Оказывается, место было выбрано не случайно. К юго-востоку от Николаевского собора, по преданию, когда-то находился самый древний храм обители. А как они это узнали? Мы же только что с вами читали летопись монастыря, где написано, трудно предположить, как выглядел угрешский монастырь в первые годы своего существования. Но по аналогии с другими монастырями того периода, можно предположить, что его постройки были деревянными. Неужто за 500 лет остался деревянный фундамент старого, нет, самого древнего храма обители? Или он все-таки был каменный? Ох, сочиняли, аж сами запутались. Но по логике, самый древний храм должен был быть в честь святителя Николая, Николая Чудотворца, вокруг которого и должен был образоваться монастырь. Но Никольский или Николаевский собор стоит здесь же рядом. Оказывается, в начале 2000-х годов его решили восстановить, и в 2006-м был освящен новый собор, восстановленный в формах 17 века. Давайте почитаем об этом соборе. Об основании обители рассказывает хронограф 1599 года. Мы видим икону, явление святому благоверному князю Дмитрию Донскому, образа святителя Николая. Только что мы читали в истории основания монастыря, что икона стояла сама по себе над деревом, называемым сосной. Здесь же на сосну мало похоже. Ну ладно спутать хвойные деревья, елку, сосну. Но здесь, по-моему, больше на яблоню похоже. А посмотрите, что там вдали. Это не горы случайно? Сейчас горы в Московской области только мусорные полигоны. Что ж за горы были тогда? Такое ощущение, что эта икона относится к какому-то другому преданию. Итак, читаем. Выстроенная по обеду великого князя Никольская церковь, скорее всего, была деревянной. Скорее всего, нужно жирно подчеркнуть. Но уже в 15 веке на территории Николо-Угрешского монастыря был возведен каменный храм, о чем свидетельствуют найденные археологами архитектурные детали. Вероятно, опять жирно подчеркиваем, именно этот храм, предшественник Никольского собора, погиб в 1521 году при набеге на Москву хана Мехмедгирея. Когда татары, как говорится в типографской летописи, монастырь Святаго Чудотворца Николы на угреше Пожгоша, тогда же, по свидетельству Владимирской летописи, у церкви каменный верх завалися. По всей видимости, жирно подчеркиваем, разрушенный при набеге собор был восстановлен. В подклете воссозданного Никольского собора сохраняются элементы фундамента алтарной части храма 1-3-16 века. То есть мы понимаем, по всей видимости, вероятно, скорее всего, для чего хану Мехмедгирею, который шел на Москву в 1521 году, разрушать каменную Никольскую церковь? Это ж не песочный замок сломать. Или Мехмедгирей шел на Москву с бульдозерами и экскаваторами? Нам постоянно придумывают какие-то пожары и набеги татар, после которых все разваливается. Слушайте, Гитлер шел на Москву, захватил Прагу. Чего же он ее с землей-то не сравнял? Бомбяты сравнивают с землей те города, которые сопротивляются. Вот, например, Севастополь или Сталинград. Там живого места нет после войны. А Европа, которая не сопротивлялась гитлеровским войскам, практически осталась в том же виде. Ну и давайте еще логически рассуждать. Хан Гирей идет на Москву. Не надо считать его идиотом. Пока Василий Третий соберет войско каждый день на счету. А он в это время разрушает храмы. Церкви. По-моему, нелогично. Читаем дальше. В 1614 году, когда закончилось смутное время, Никольский собор был перестроен. Вокруг него появились гульбище, обходные галереи, сохранившиеся до середины 19 века. То есть в 1521 году при набеге Мехмед-Гирея Никольский собор разрушили. А спустя почти 100 лет собор был перестроен. А что он стоял в разрушенном состоянии? Ведь это такая святыня, почему люди своими силами не восстановили собор? Непонятно. Ну и далее описывается, что с приходом Романовых начинается рассвет и величие Никола у грешского монастыря. Никольский собор щедро украшается и получает статус царского богомолья. Ну и выглядевший вот так вот Никольский собор к 40-м годам 19 века крайне обветшал. И некогда величественный собор был реконструирован. Фасад храма несколько изменили, своды перебрали, с запада пристроили обширную трапезную. Ну а уже в эпоху большевистских гонений на русскую православную церковь, Николу-Грешский монастырь был ликвидирован безбожной властью. Так была утрачена главная святыня Николу-Грешского монастыря. Все равно мне не совсем понятно, почему в Николу-Грешском монастыре, который даже называется Дом святителя Николая, не перестраивают Никольский собор. Как, например, это делали в Питере, по четыре раза перестраивали Исаакиевский собор. Оставят рядом огромный Спасопреображенский собор, делая его главным собором этой обители. Обратите внимание, на экране гравюра Николу-Грешского монастыря 1868 года. На этой гравюре еще нет Спасопреображенского собора, так как он будет построен только в 1880 году. Но вот Никольский собор находится явно не на своем месте. Он должен находиться примерно здесь. Вот фотографии конца 19 века. Это примерно 1894-96 годы. И мы на них видим, что оба собора стоят там, где и сейчас. И также мы только что прочитали, что к 40-м годам 19 века крайне обветшал и некогда величественный Никольский собор. И была проведена его реконструкция. Фасад храма несколько изменили, своды перебрали, с запада пристроили обширную трапезную. Вот она, обширная трапезная. Как же так получается, что спустя каких-то 20 лет этот собор пропадает, и появляется два собора уже на тех самых местах, которые мы видим и сейчас. И посмотрите на рельеф местности за рекой. Это, конечно, не горы, но какие-то сопки, возвышенности, что мы с вами и видели на иконе. Но в действительности рельеф совершенно другой. За рекой нет никаких возвышенностей. А вот рисунок иеромонаха Венедикта. 1841 год. Качество, конечно, не очень хорошее, но мне показалось интересным, что выделено жирным год. 1841. Как будто что-то хотели показать этим. Или просто исправили. Это ведь уже с другой стороны, с южной. Не будем обращать внимания на горы, которые вдали. Но сама территория монастыря не включает в себя даже пруд. И какие-то уж очень большие сторожевые башни. В общем, что ни рисунок, то нам предстает какой-то новый монастырь. Колокольня на нем здесь всего трехъярусная. Кстати, о колокольне. Колокольня Никола Угрежского монастыря сейчас представляет из себя самое древнее строение. Она была построена в 1761 году. Но древним является только первый ярус. Все остальные достроены позже. Например, на втором ярусе располагается храм во имя усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Он был устроен там в 1840 году на втором ярусе колокольни. В годы Великой Отечественной войны верхние ярусы колокольни были снесены. И уже в 2000-х годах отстроены заново. А вот на рисунке эра монаха колокольня совсем небольшая, трехъярусная. А на гравюре 1868 года колокольня уже соответствует нынешнему виду. Вообще, очень интересно, монастырь, который был заложен Дмитрием Донским после победы на Куликовской битве, начинает строиться только в XIX веке, спустя практически 500 лет. Ну вот смотрите, очень интересно. В 1840 году начинается все то ли с реставрации, то ли с реконструкции Никольского собора. Фасад изменили, своды перебрали, с запада пристроили трапезную. Далее, 1852 год. Из государевых палат, которые больше не востребованы, так как столица уже давно перенесена в Санкт-Петербург вместе с государями. И на втором этаже здания, справа от входа, был устроен храм Успения Пресвятой Богородицы. А слева были покои игумена. Успенский храм значительно расширили в связи с устройством в трапезной предела во имя преподобной Марии Египетской. Мы-то думали, что в Египте только Рамзесы и Клеопатры, а оказывается, Марии тоже были в Египте. Ну а после перестроек и переделок начинается якобы строительство. В 1855 году начинаются строиться братские корпуса. Восточный братский корпус и южный братский корпус. Где раньше жили братья-монахи, непонятно. Видимо, где-то в Москве. В это же время, 1855-1858 года, идет строительство и больничных корпусов. Ну, братья начинают болеть, видимо, нужно их лечить. Далее при больничных корпусах строится больничный храм. В честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. В 1858-59 годах осуществляется перестройка колокольни. Видимо, тогда она и становится многоярусной. В 1869-70 годах строится храм в честь казанской иконы Божьей Матери. Этот храм как раз находится на углу восточных и южных братских корпусов. Но оказывается, на этом месте раньше находилась юго-восточная башня старой монастырской ограды. То есть мы понимаем в итоге, что ничего не строится, а все только перестраивается. Если тут была ограда, значит, на месте братских корпусов были тоже какие-то строения. Храм делается из старой башни. Другой храм перестраивается из государевых палат. В 1893 году строится Никольская часовня. И, как нам говорят, в дореволюционные годы в часовне хранился фрагмент ствола сосны, на которой явился образ святителя Николая, святому князю Дмитрию Донскому в 1380 году. Но проклятые большевики утащили. Святое полено, видимо, растопили ей буржуйку. Почему-то не говорится, где до 1893 года хранился этот фрагмент ствола сосны. Но где-то 500 лет он находился. Но история об этом умалчивает. И, наконец, в 1894 году строится Спасо-Преображенский собор. Обратите внимание, что старые соборы и церкви натыканы друг на друге. Из одной перестраивалась другая. Что-то строилось на старом фундаменте. Хотя территория монастыря очень большая. И новые церкви строят на свободном месте. В 2004 году завершились работы по стройке храма Страстей Господних. В начале 2000-х годов построили храм во имя преподобного Пимена Угрешского. Который построен, как нам говорят, на территории, где раньше было монастырское кладбище. Кстати, Пимен Угрешский был настоятелем этого монастыря в те самые годы, когда все строилось и перестраивалось. И в 2000 году его канонизировали. А у меня сложилось такое впечатление, что именно в эти годы Пимен Угрешский и осваивал, и придумывал историю этого монастыря. В начале своего рассказа я упомянул, что в 1871 году был написан рапорт, отправленный в духовную консисторию в ответ на указ представить данные по истории монастыря. А возможно, у этого монастыря или крепости была совершенно другая история. Нам ведь не расскажут про закопанные этажи государевых палат и как в Просфорной, построенной в 1890 году, дверь была сделана из оконного проема. И под каждым окном находится точно такое же окно. Что же там, цокольный этаж? У одноэтажного здания? А с другой стороны тут даже подвалы. Какое красивое здание! А ведь Просфорное — это помещение, где пекут просфоры, хлеб. Но на вид здание выглядит не хуже, чем государевы палаты. Вот так вот, кстати, к этим палатам пристроили алтарь и получили церковь. Ну какая же церковь без алтаря? Ничего, что он закрыл окна. Темно не будет, свечей в церкви много. А вот больничные и братские корпуса, которые якобы построены в один период с 1855 по 1858 годы. Очень интересно, что двери в этих корпусах сделаны так же, из оконных проемов. Да они даже размера такого же, как окна. И находятся строго под окнами второго этажа. У меня-то голос на это уже наметан. А вот это здание оказывается техническая постройка, стилизованная под звонницу. К сожалению, на сайте монастыря не указана дата постройки этого технического сооружения. Им что, фантазии не хватило, что ли? Но то, что здание старое, видно невооруженным глазом. Сейчас-то понятно, что там может располагаться и бойлеры, и котельня. Но для чего оно строилось тогда? Вот вопрос. Также можно написать, что и крепостная стена была построена для того, чтобы в ней разместились туалеты. Ну и хотелось бы услышать ваше мнение по поводу неких камней. Видимо, их было много на территории этого монастыря. Они имеют правильные формы. На них видны технические отверстия. И, видимо, они были лишние, и их сложили в виде ступеней к храму, который был построен в 2010 году. Есть еще один камень, который меня заинтересовал. Этот камень я могу с уверенностью назвать мегалитом. Такое ощущение, что его либо подмывала вода, и он лежал на дне реки или моря. Либо он был оплавлен какими-то сверхвысокими температурами. Но, опять же, в этом огромном камне я замечаю какие-то прямые линии, углы, и как будто бы рукотворные отверстия. Здесь паутина фокус взяла на себя, но внутри отверстие равнобедренного треугольника. Откуда могла взяться здесь такая махина? Непонятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова